Поздравляем вас с вашим и с нашим праздником! Днем библиотек! Признание значимой роли библиотек в жизни современного российского государства является важной задачей современности. Богатство библиотек и их значения в обществе быстро росли по мере того, как человечество делало новые и новые открытия в познании самого себя и окружающего мира. В библиотеках собраны все те знания, которые были накоплены поколениями разных народов на очень длинном историческом пути. Ежегодно, 27 мая, в нашей стране отмечается День библиотеки. Этот знаменательный день является профессиональным праздником для всех библиотекарей России. Этот праздник берет свое начало в 1995 году и установлен первым президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельцином. И в 1995 году был издан указ об установлении Общероссийского дня библиотек. День 27 мая был выбран не случайно. Ведь именно в этот день является датой основания первой государственной общедоступной библиотеки России, Императорской публичной библиотеки, которая сейчас носит название Российской национальной библиотеки. 27 мая 1795 года – дата основания этой библиотеки. История библиотечного дела является важной частью истории и культуры всего общества. Самой первой библиотекой на Руси является библиотека при Софийском соборе города Киева, которая была основана Ярославом Мудрым в 1037 году. Из века в век библиотекарь занимал и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. Возможно, работа библиотекаря не так заметна, как труд врача или учителя. Все то влияние, которое оказывает на общество их работа, неоценимо. Бывает сложно сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня литературы. А библиотекарь, который хорошо знаком с книжным фондом, всегда может дать совет, где найти ответ на интересующие вопросы. И поэтому День библиотек – это не только профессиональный праздник, это еще и признание важности данной профессии. Не стоит забывать, что замечательный Общероссийский День библиотек – это не только профессиональный праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, учителей. Это праздник и всех тех, кто любит книгу. А значит, это и ваш, дорогие читатели, праздник. Сегодня к нам на мероприятие приехала наша гостья – Ставропольская поэтесса Полянская Александра Станиславовна. Давайте. Здравствуйте. 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 Довно мы вас ждали. Может, вас вот сюда? Давайте я вас вот сюда и стульчик вам поставим. Стоя лучше стою, прийти, стоя. Стоя будете, да? Хорошо. Для начала, конечно, поздравляю наших гостья глининых хозяев с праздником. Ну, немножко о себе. Я живу в Кисловодске. Я юрист по профессии. Работала, но попал ВОЗ, созыватель. Связана с ВОЗом по жизни. У меня папа был инвалидом по зрению. У него муж инвалид, первая группа по зрению, афганец. С Павлом Васильевичем Гребовым, я в одном кабинете сидела. Две дочери у неё, она взрослая, в Салехарде живёт. Она поступает на архитектурную, в 20 лет. Такая жизнь как-то. В прошлом году я издала вот такую книжечку в Москве. Называется «Дождливый понедельник». Предыдущие мои книжки есть у нас в библиотеке. И, кроме того, записана была в библиотеке аудиокнига. Ну что ещё. Вперед наградами я вышла на пенсию, Слава немножко в комплексах участвует. Ну, в прошлом году я участвовала, например, в таком конкурсе. Российско-японский конкурс имени Мацо Басё. Получила вот такую грамоту. О, какая красивая. И жюри пришло к решению наградить меня вот такой медалью. Но для неё надо было ещё публикацию на 15 тысяч публиковать. У меня таких денег, естественно, нет. Но вот в таком сборнике всё-таки вышло. Переводим на японский. Так же перевожусь на польский и на болгарский языки. Николай из Польши. Как мы построим выступление? Почитайте, что мы вопросы будем задавать, или наоборот? Почитайте, что ли? Почитайте. Послушайте. Какая была в том густое цветущем яблоневом саду? Сколько минут прошло? Миг миновал или нет? Цвет или запах в белорузовое облако погружал? Время пьянящее растянуло и в память кубок душистых мгновений ввела. Так пахнет юности предвещебнее небо. Так пахнет счастье по прошествии многих лет. Я про прошествия немного не очень хорошо говорила. У меня инвалидность. Ничего ничего. Все понятно? Все понятно? Понятно. Трупный запах черемухи. Замертающий дождь. Ты на все свои промахи оправдание найдешь. Будь же белым пушистиком. Нимпа свет на челе. Лишь заплачет причистое безнадежное свет. Красивые стихи. Высотлетия Пушкина писала. Как страшно. Полка горит фонарь. Дети, не плачьте. Это неправда. Наш батюшка будет жить. Он не оставит нас. Матерь ты чистая. Помоги. Приезли его нынче утром. Бежал Саня. И улыбаться пытался. Не плачь, родная. Все хорошо. И люди. Люди. И смертные слова. Молитесь, дети. Верю тебе. Верю в тебе. Сашенька, что ты наделал? Все хорошо. Верите. Береги детей. Я придерживаюсь такой версии, что не обвиняю Наталью в смерть Пушкина. Но не виновата была. Потому что он сам ее не обвинял. Вообще, я увлекаюсь Эрлибром. С сильным уклоном в сторону японской поэзии. Ну, частично европейская, частично японская. Такой образец. Тотелина, словно в январские ференевые крокуси. Свечая преддевременное весно. А почему вас тянет к этому? Чисто случайно. Я не знаю. Вот так получилось. Я еще японская поэзия не читала, когда начала так писать. Однажды на семинаре краевом мне сказали, что это чистый басер. Я не знала, кто такой басер. Но стихи уже были написаны к этому времени. А вы там не знали в диаконии? Нет, не сказать. Никогда. Вот после этого стала теоретически читать всякую литературу о том, как пишутся эти же хоплы, трехстрочники такие, как я сейчас вам прочитала. Они, оказывается, очень струди. Покажется, что это просто, но они очень струди попомнят. Там должно быть определенное количество слогов в каждой строчке и определенное по тематике должно быть. Должны располагаться в последней строчке, должно быть как бы отношение автора к тем природным явлением, которое он написал в первых двух строчках. Да. К сожалению, многие наши авторы сейчас этого не знают. Просто пишут, что не будет трехстрочных. Это хоплы. Ну вот, наверное, заинтересовались, что за менталерные заседки. По итогам 15-го года, года литературы, мне наградила Государственная Дума. Это не за особый вклад в книжное дело. Красивая, необычная. Да, приезжала Казакова. 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 Да. Соус награждала. Елена Михайловна награждала демческое. И меня в случае. Я не знаю, как поступить. И не уверена, что сделала правильно. Прошлое и будущее терзают меня мучительными сомнениями. Вновь и вновь прокручиваю ленту вчерашнего дня, отыскывая ошибки, переживая неудачи. Тревожно обдумываю, репетирую предстоящие. Замираю от страха и неуверенности. Не решаюсь делать выбор. Тем временем волшебно превращается в будущее и в прошедшее. Где же мое настоящее? Стихи о том, что мы не замечаем сегодняшнего мира. Возладимых и освящения Вадима Шефнева. А если уже ничего за спиной не осталось? Ты лишь на осеннем рассвете с туман ковыляет дорога. С лякотью стынь бредет, Под ветром огуримом сгибается. Хромая, устала. Никого не осталось рядом. Дорога пустынна. Капли на ветках кустов Всевсово нависли. И на воротных воротных норовят. Что тогда эти слова значит в пути бесконечно? Жалоба, страх, обреченность, Вечная свист ветра. Ну и старого что-нибудь. Вечерняя сказка для малышей. Расскажу тебе сказочку, доченька. На пролю проплачу, милая ноченька. В этой сказочке немую царевну Разоколдует злой колдун, Титок зелень. Но примчится королевич прекрасный, Не опустит перед ним взор свой ясный. Сладит злого он за городу. Приведет он оборотня по городу. И раскается волшебник проклятый. Стань смирным, Будет он чайник смятый. И придет герой царевной невестки И останутся они вместе. Что же плачу я? Плачу, рыдаю. Все кончается хорошо, я ее знаю. Все кончается хорошо только о сказке. Прости, доченька. Закройте ее под глазки. Ты малышка, скажи, В ночь за окошком. А меня прости, Я поплачу немножко. А я никого не ждала в старом лесе своем. Я знала, Ледва перец появится в нем. Здесь грязно, Здесь люди обуроны, Леса красны. Зачем вы приедете сюда Из далекой прекрасной лесны? Я не ждала, понимаете, Я не ждала. Какие, что делали грустные, Выдупила. И нравятся мне внутри, И вокруг какой. И думала я, Что нет любви никакой. Все сказки, Все эти алые паруса, И ветер, И солнце, И ласковые глаза. Здесь Грязное небо, И злые глаза рыбаков. Здесь нет места сказки, И ветер соленый сурок. Однажды я вспомнила Странный далекий сон, Как встретила рыбака, И что предсказал мне он. Я улыбнулась, Наивной, забытой веснею. Но чего-то тревожное Тоже сделала с ней. А утром, Когда закипала вокруг суетня, Подалыми парусами, В принципе, А мама не знает, А мама не знает, Как дочка встречает его, Привечает. Она спросит, Ей что-нибудь дочь отвечает. Но, правда, Никто не подозревает, А дочка порой за собой Занечается, Что-то от прежней ее Отличает. Глаза закрывает, Его обнимает, А мама не знает, А мама не знает. Ну, В лягу вы в столбке Знакомый костюм, Той серый костюм. И никто не ликнул, И укрылся в туман, Серым туманом. Возгляд твой успела Тормать на лету, Вот как меч на лету. В течении статут, И я целый день все прятала взгляд. Брата. Что еще вам такое? Увидится, пока я еще жива. Прощение за несказанное слово. Да сказанное тоже, не права. Вот пуще замолчание вина. И душит одиночество сурово. Об одиночестве у меня много стихов. Я скучаю по тебе, одиночество. Мне с тобой было проще, бесспорно. Ты мой старый друг, и мне хочется добрым слов тебе сейчас вспомнить. Одиночество по Александре. Одиночество не по Римке, одиночество не по Анине. Одиночество в личном стиле, одиночество по Александре. Это мерно так гулки колокол небывалой пугает мести. Этим вечером бурлякомом встанут ложь пополам с мести. Слезьте, папа, пугает мести. Браво, право. Стану ворчальницей. Рот на том он закроет. Но безумного гнила его тишина не спасет. Это слова. О том, что... Психия в такие всю жизнь. Да ужаса, как тот, кто стал убийц. Когда что-то меня упрекнешь в этот раз, что ведь не убедил для заплатанных глаз, что молчу, что кричу, что сказать не хочу, что без всяких надежд в свое сердце стучу. Вроде бы каждого из нас касается. Вот такое юмористическое. Улица курортная. Тетенька в купальниках. Пляжи возрожденные. Медленно брютут. Пятьки загорелые. Все, как есть, сусатые. Пить вино и персики покупать зовут. Пляжи у меня отдыхала в Орленке. Это поселок Пляха. В Савчинском районе. Буквально одна улица наверх тянется. И все пляжи идут. Избужденные. Вот и... Цикл электричка. Сложились. У меня большой цикл электричка. Это во всех книжках есть. Сидит, улыбаясь и спит, головой склоняясь к браслету. Чувствуя взгляд, как поправляет привычно юбку, не открывая глаз. Что и снится в холодного пустого огня, подъезжающем к станции с неверей. Чем дальше от Кисловодска, тем туманец клеит холодно. О чем поют не темные голоса, а рельса по проводу ускоряющейся электричкой. Бездарно расходу и времени, словно вокруг его бесхозяйные страны. А мне опять не спится. Стучится в сердце от педы. Чужая память о том, чего знать не можно. Осторожно вскрывая нарывы немоих воспоминаний. Понимая груз непомерный. То, что там болтает про свет в дальнем концертном мире. Там тупик. Огромное зеркало. То свет, который мы видим, каждый видит свое. Если есть для душа свет, ты его видишь. Рабочая на дорогах грязный снег. Утки с озера летят, как во сне. Прозрачили утки небо лоскут. Неужели где-то лучше, чем тут? И кричат они, кричат в вышине. Все твердя в долгоподельной стороне. Протекает из сливок река. Тенки остров. И кисель берега. Кричат они, кричат в тишине. Вот елки зелеными, на мою голову влюбленные. Я ей повода не давал. Один автор управлял. Она согласилась и тут же влюбилась. Напопал. Ну пропал. Так она все легкое. Не видать мне покоя так в своих ушах. Хоть гони зашить. Вот это мило. Смертью-то мило. Не укрыто теперь истиной. Я вступно следить ко мне. Надоело. Что же делать? Как ей сказать, что она одна в своем мире мне не нужна? Когда любовью стянется веселый хоровод, ты не за мной, я от него, а он в другой идет. Игра извечно славится, и пухнет народ. Знаю тебе, ты от нее, а я за поворот. Ну так она в принципе и есть. Ну да. Ну вопросы можешь какие-то есть? Не, ну все так. Вот песни недавно написала стихи в Ленинграде. Петербург, прошу прощения. Все, как вы видите, не знаю. Ну да, ну тоже так. Это колоса отчуждения стихотворения. Колоса отчуждения вдоль дорог, вдоль дорог. Знаете, что такое колоса отчуждения? Это колоса, на которой нельзя ничего делать, а у нас сажаются отчуждения. Колоса отчуждения вдоль дорог, вдоль дорог. Колоса отчуждения от тревог, от тревог. Отчуждаемся дружного от земли, от земли. По асфальту плывущие корабли, корабли. За дорожкой ничейной, если поля, да поля. И за бытыми стрелами по краям, по поля. На железных коробочках, как мы в патронах сидим. Отчуждается прошлого. Что еще отчудить? Все нам хватит забвения, ненеселой мудрец. Полоса отчуждения, до сих лет, до сих лет. Мудрое. Спасибо. Если еще нечего вычитать. Ну, да, это такой народ настоя, готовый, но только дай слово. Как хозяйка, да? Они же сами льются. Все. Если читать все наши, то еще услышать. Можно сказать. Опять ты не снишься ночью. В старом господнем храме, критер напахнут свечи. Устала грузаевка, нет, я. А фракеты. Я зачерпаю в белом шуршащем платье. Белых великих детях, мы держу никак. Сны, сны, а зачем вы? Ах, вы, мои глупышки. Что мне опять пророчит ваша ночная ложь? Зона разбитых иллюзий. Возможность надежды. Белых великих прохладных. Руку с обеющим грошью. Спасибо. 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 Дай же вам здоровье. Стишки хорошие. И сать новые еще стихи. Интересные. Все они жизненные. Я станции прошлой, я тихо сайду. Непримечная юридская ночь. И на ощупь, по поведению, я не найду. В третьей жизни, пусты и плоти. Их смотаю в огромный махнатый пол. И когда числеят, считаю. Них прошедших минут одно за дно. Я запасливо размотаю. А с какого возраста вы стали писать стихи? Ну, знаете, это стихи, по-моему, растяжимые. Я, например, чуть ли я помню, как первая стих Варенья, которую я написала. Самая первая. Это было в классе в четвертом. После диктатиста написала слово неправильно. Слово «объять». Через мягкий знак написала. Выскочила на переменах, по ней она что-то неправильно сделала. Тут же она строчила через четыре строчки, перед логой стихнице с этим словом, чтобы она увидела, что я узнаю, как она пишется. Такое было стихотворение. «Широка ты отчизна, а я не объявит ни просторов твоих. Полотенец зеленеет поля. Посмотри, по-любуйся на них». Ну, хорош. А первым слушателем кто стал? Вот это очень длинница. Когда старше стала писать для всех детей, для всего класса стихи в письмах. При ней письма в стихах. Но это ничего не сохранилось. Сохранилось, сколько я помню, еще кого-то из школьных времен. Середина августа, в уровне поля, и стоит по солнечным голову слонит. По краям торпинах желтая трава, разноют полдень, ноют голова. По дороге цельные девушки идут, пихонько песни про любовь поют. Чудное чертание леса за веке, где сидит Аленушка в ручья в посте. Тут ветер ласковый, светится вода, плечется берег, тихая волна. А водопрозрачная чистая трава, родни густые волны, если темные. Хочется, чтобы не качалось лето. Такой уже осень на воруе где-то. Осень. С нудными дождями, с листьями, с темными дождями. Скоро, попрощавшись с тонким дождем чая, покинули море, с разными дождями. Такое ситуение. С тихами, что-то задние дождями. Правда, правда. Конечно, они такого отношения не имеют, но... Такие темы не имеют. Те колдуньи, возьми это, без маршрута выбросовы. А как я не гуще гадаю, инструктирую домовых. И окутаю волосами, заколдуй мерцанием глаз. И русаловщими голосами заманю в чащу леса вас. И не ждите тогда спасения. Закручу, заверчу, потяну. Так хочу подарю везение, так хочу покой от нему. Вот тогда волосы подлиннее были немножко. Друзья мои, с высоких книжных полок приходите ко мне вы по ночам. И разговор наш краток или долог всегда бывает нужен мне и вам. Через века ко мне дошел ваш голос, рассеившийся некогда как дым. И то, что у вас страдало и боролось, вдруг стало чудодейственно моим. Всеволод Рождественский. Бывают в этой жизни миги, когда накатит благодать. И тут берутся в руки книги и начинают сочетать. Вонзив пытливые зеницы в печатных знаках черный рой, сперва одну прочтешь страницу, потом приступишь ко второй, а там, глядишь, уже и третья тебя поманит в путь сама. Ах, кто придумал книги эти, обитель тайную ума. Я в жизни их прочел с десяток, похвастать больше не могу, но каждый третий отпечаток в моем свирепствует мозгу. Вот почему в часы досуга, устав от мирного труда, я книгу, толстую подругу, порой читаю иногда. Игорь Иртеньев. Ну, а теперь мы переходим к нашему, собственно говоря, так-то, вероприятию, естественно, посвященному... Светлана Александровна скажет нам, почему оно посвящено. Это мероприятие посвящено мне библиотеку. Мне библиотеку. Да, и называется оно «Мой портрет с любимой книгой». Вы все очень много читаете. И наверняка у каждого из вас есть какая-то любимая книга, которую вы бы хотели рассказать всем, посоветовать, прочесть. Поделиться своей радостью от прочтения этой книги. Вот мы сейчас это самое вот так вот... Мы даже присядем вот здесь, вот чтобы так было более в кругу тесно, в два месяца. Ну, давайте я начну. А давайте. Ну, коротко. Значит, когда со мной произошла эта первая группа, я, значит, встала к вам на учет, пришла в библиотеку. И вот самая первая книга была, вот до сих пор я ее помню, это Даня Фстил, «Женщина в сером». Вот настолько она меня потрясла своим характером. Работала в мужском коллективе. Это было, наверное, 1932, в общем, до 35. этого года. Это где-то в Англии. Вот она работая там, сколько в мужском коллективе, сколько ей пришлось. И вот этот ее характер, как она могла, никому не позволяла ни одному мужчине, чтобы, значит, мог ее как-то чем-то обидеть. Всегда нарядная, всегда такая высокая. Ну, вот как 90-60 на 90. И вот почему в сером, это был ее любимый костюм. Вот это у меня так, это впала такая еще молодая среди вот таких боссов, как она могла ими руководить, вести. И добилась, что он ушел, а она все-таки стала главой этой компании. Знаете, я вот хочу сказать, что в книге Даниила Истил, несмотря на то, что это считается, ну, женские романы, по сути дела, да, но дело в том, что они жизнеутверждающие. В основном всегда все, ну, не то, что заканчивается хорошо, но победа вот именно торжествует там. И в принципе, вот если мы отнесем это к библиотерапии, которую вот, ну, я как всегда вам говорю, и проповедую, и вот книги подбираю в зависимости от, ну, какое-то вот вы, ваше, если пожелание, а иногда приходит, говорит, ну, подбери какую-нибудь книгу такую вот, чтобы, ну, вот, прочитать и душа вот успокоилась или как-то, вот знаете, ну, вот всякое же у нас бывает, и горе случается, и радости бывают, и какие-то вот, ну, и какие-то потрясения могут быть. И у человека они неспокойны на душе. А мы все в основном, что, привыкли читать книги. И лучше, чем книга, я считаю, просто-напросто, ну, не может быть, и не может вывести из-за такого вот какого-то состояния, обрести это все. И вот, естественно, что вот Даниила Стил, а, кстати, почему она вот еще, знаете как, мы же были не избалованы вот этими вот всеми такими вот женскими какими-то, или просто даже жизненными какими-то историями. А когда появились вот эти переводы вот этих вот романов, или когда книги вот эти появились в большом достаточно количестве, раньше мы что, вы же не дарите соврать, что мы раньше книги достать, это же было целое событие. Да. И хорошую книгу достать. А если где-то доставали, то читали ее так по очереди, или даже за ночь надо было прочитать, или если у кого-то хорошая библиотека, ну, не все давали, а что, передавали эту книгу, и да ты ж смотри, там в очередь не страивалась. Да, не всем давали ее. Они иногда и в очередь становились, если где-то вкидывали эти книги. А сколько мы сдавали макулатуры, чтобы купить какую-то книгу, даже классическую какую-то книгу. Это сейчас мы уже как бы от этого отошли. Вот молодежь этого не помнит, как это было, да? Достаточно, ну, жутко как бы кажется, да, что нет, не было книг. Это сейчас зашел он в книжный магазин. В «Читай город» мы зашли, выбирай, какие хочешь. У нас, Александр, глаза возбежались там. Еле в кучу собрали. Вы знаете, и то, и то, а еще ж вот это любимое, это самое, когда хочется покопаться в этих книгах, поперебирать же ж эти книги, хочется же это. И новой типографской краской пахнет, и все. Так что это, конечно, дорого. И красивый формат. Да, а сейчас они еще как они изданы, не то, что вот... Да, как раньше. Если посмотреть вот сейчас, наверное, не успели сделать. А теперь все на столе. Все яркое, все красочное, все эти обложки, глаза действительно разбегаются, понимаете? На таком же остановиться, что ты хочешь. Да. Вот к этому я и веду. И вот сейчас, пожалуйста, ну какие книги еще кто может рассказать? Вот какая книга кому впечатлила, за душу где-то взяла, что-то вот заставила о чем-то задуматься? И кому бы хотелось вот что-то рассказать и поделиться об этой книге? Ну, если я скажу. Я, конечно, много здесь беру кассет, книг читаю. Вначале, когда я пришла, мне что-то все потянуло на классику. Я и Достоевского, ну, в общем, всех тех писателей. Еще раз еще перечитала. Да, перечитывала, да. Вот. Потом, вот сейчас, ну, в последний месяц, как-то я перешла на Марину, Александру Маринину. И вот мне там понравилась Анастасия Каменская. И вот как она одна, как она сперва майором, вот сейчас я вот последний не читаю, она еще майором была, и как она вот одна занималась этим раскрытием. Какое надо иметь чувство, чтобы где-то вот что-то разузнать, где-то нужно провести, да, интуиция. Она все вот, ну, до скрупулезности все узнавала и раскрывала все убийства, все эти самые преступления. Это мои, мои любимые. Да, да. Знаете, вот я хочу сказать, некоторые любят Марину, некоторые не очень любят. Говорят, ой, да, Господи Боже мой, ну, Марина. Я вот первые читала, когда брала, и в прошлые годы брала, мне что-то, правда, вот не особо, а вот сейчас вот взяла и вот попалась с Каминской. И я прямо с удовольствием. Вы знаете, вот честно могу сказать тоже, но в основном вот как был период, когда я читала, ну, только вот психологию, такие вот профессиональные книги или там эзотерику, ну, многие вещи такие читала. Вот. А потом, значит, совершенно случайно попалась Маринина, да? И я ее, знаете, как, ну, думаю, ой, ну, Маринина. Вот. А читать было нечего, и я ее просто, она просто начала читать. Знаете, меня что поразило? Меня поразило в этих романах, вот эти психологизмы. Вот. Посмотреть, как она раскрывает эти все портреты и описывает его. И она, знаете, раскрывает что? Вот что, ну, что способствовало прежде всего вот этому преступлению. Мы рассматриваем, уже начинается роман с какого-то преступления, а потом, когда его раскручат, что сопутствовало, что происходило в душе этого человека, понимаете? И многое вот здесь, да, почему он это сделал, и многое вот здесь можно было, собственно говоря, понять. Да, они все в этом все скрывают. Да, вот. Так что вот, если посмотреть, особенно мне очень понравилась книга, хотя там уже Каменской нет, «Чувство льда». Вот если кто читал? Нет, наверное. Нет, нет. Вот есть книга «Ее чувство льда». Вот прочитайте. Там действительно вот четко, вот все психологизмы там четко выделены в ее книге. Потом, знаете, еще у нее есть очень замечательнейшая трилогия. По нашей такой пословице, «Добрыми намерениями выслана дорожка куда?» В ад. Благие намерения, дорога и ад. Вот все это. И был по ее, по ее этой книге, был сделан фильм, сериал. Но вот честно вам скажу, когда я первую прочитала книгу, сериал не отразил ничего из этой книги. Там вообще нет того, что, вот того, что пыталась донести до нас писательница. Понимаете, там все вот четко прослеживается прослеживается вот эта вот дорога, вот благие намерения были, потом была вот эта дорога. И вот эти вот все благие намерения, к чему они в итоге перевели? А привели они к аду. К аду они привели. И там еще вот есть такая, знаете, она немножечко как бы вот, как бы вот казалось бы, знаете, лишняя. Там, значит, диалог идет между камнем, змеем и ветром. Еще вот как бы это, ну, индифферентные такие вот, это не люди. Это вот как бы стихии природы связаны, да. И вот в результате того, как вот они это обсуждают и говорят, а что будет? А вот ты знаешь, вот эти поступки к чему придут. И вот честно, откровенно говоря, вначале они вроде мешают, а потом уже их вот настолько вчитываешься, что их действительно и не хватает. Именно вот этих вот они рассказывают, как бы, понимаете, и предотвращают. Вот смотрите, а в это выйдет дальше, вот что. И вот если кто не читал, я советую прочитать. Ну вот сейчас я читаю, ну, третью вот эту самую коробочку, так скажем. Я забыла, как она называется, но вот здесь тоже начинается, как, что один ученый что-то изобрел. Изобрел, и потом он умирает, а у него молодая жена. И она эти забирает все документы, все его труды и уезжает с Беном. У Бену уезжает в Москву. Вот, и выходит там замуж. А в Москве остается один человек. Он работал, ну, как, юристом, скажем так. И ему понадобились вот эти документы, да. И вот он поехал, поехал, нашел все-таки эту Веронику, Викторию, нашел эту Викторию, и с ней договорился, что он встретится, привезет ей деньги. Она с него три миллиона, по-моему, потребовала. И вот он говорит, я тебе сразу не могу отдать, меня, во-первых, и не пропустят с такими деньгами, да. И вот мы с тобой так на неправильной полосе встретимся. Вот она поехала, и вышла вечером, вот, или рано утром, и машин нету, хотела такси поймать, и потом слушают, и сзади какая-то машина будет. Вот. И она, женщина, которая ехала в машине, остановилась, и эта сама посадила ее с собой. И вот они приехали к месту встречи с этим человеком, его Николай Цапин зовут. А он там ей другими не представлялся. Вот. И эта самая... И вот он, эта Виктория вышла из машины, с ним разговаривает, и потом он ей ничего так, это самое, ну, наверное, деньги там отдал какую-то сумму, вот, а это вот потом мы туда поедем, и это все. И, короче, он убивает и эту Викторию, и ту женщину, как свидетельницу. А с ним еще в машине была, с ним, попутчица, так скажем, она с ним была, как он ее называл, ну, просто, ну, чтобы ни одного попутчица, да. Вот. И теперь он уже решает, а это Тамара ее звали, она уезжает, приехала в Москву, там с подругой переговорила куда-то, ей нужно, чтобы деньги зарабатывать, и она уезжает в Среднюю Азию, там, в нефтяную промышленность, ее это самое, завербовали, так сказать. и вот этот Дмитрий начинает искать эту Тамару. А почему все ему это понадобилось? Оказывается, уже вот начинается раскрытие автором, что у него мать была богатая, на детей не обращала никакого внимания, у него сестра старшая, и вот ей, сестре, негде жить, у нее дети. И вот она, он на этих документах, что ему вот он искал другой человек, обещал большую сумму денег, и на эти деньги он хотел помочь сестре квартиру, чтобы у нее, вот, она должна скоро родить, чтобы у ребенка все было, и жилье, и одежда. Вот так вот она вот раскрывает Александра Марина все вот в подробностях. Вот я не могу только вот вспомнить, как этот роман называется. Ну вот ничего, мы узнаем, тогда скажем, если кто заинтересуется. Вот, вот я хочу Марии Тихоновну послушать, что она у нас прочитала, и нам расскажут. Виктор Михайлович, а вас я попрошу приготовиться. Пожалуйста. Я как это, знаете, для вас, что ли, я попрошу отца, 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 вот это. Да и немножко вами по команды, можно все. Вам нужно. Сегодня ваш день. Ой, спасибо. Сегодня можно вам. Спасибо вам. Может, хочется начать знаете еще с того, что сказать слава, благодарность работникам нашей библиотеки, твоей библиотеки, твоей библиотеки, наша библиотека. Конечно. Потому что мы идем в этот дом, это второй дом. А мы действительно ваша библиотека. Кто вы без вас? Понимаете, кто библиотекарь, там вы без читателя. И насколько близки нам стали, понимаете, я настолько вот сейчас, сейчас я довольно, сколько лет я в Ставрополе в 50-й год, и много ждет уже здесь, уже все мои дети, внучки, все знают, что бабушка идет по пятнице в песок, что не трогайте ее, это ее день, это с... Ну как у вас там, ну что, представляете, они знают, что радуются тому, что я при деле этим так говорю. Понимаете, как в каком смысле? При деле еще спрашивают, а что там за тема было? Да, что за тема было? Я вам своим внукам рассказываю. Я рассказываю тоже. Вот так вот ручки там. И там поднялся меня провожает опять к своим внукам. Кстати, по жестам это самое, вот это очень большое заинтересованность. И вот так вот сидит, а что там было? Да, да. Ты мне расскажешь, рассказывая. Да вот это я не понимаю, но ты можешь по-другому сказать? Что с летом? Так что, да. Представляете? А ты неправильно сказала, я говорю, ну как неправильно, это же слово так не учить. Нет, неправильно, нет, в школе не так что-то. Сейчас совсем поднялся. Ну вот я хочу об этом сказать, что сегодня было там всегда, ты знаешь, что сегодня период у нас там был, к примеру, там сегодня по психологии, какие вы будете разносторонние, развитые, да, а встречи, говорю, какие интересные встречи здесь проходят и с писателями, и с поэтами, и с людьми знатными, но ведь это так много значит, и медицина, и все. Понимаете, уже человек в возрасте. Вот я, например, не чувствую своего возраста. Не хочется чувствовать, это болячий, как и у всех, у нас все есть. Но вот когда идешь сюда, учится быть не так. Болячки уходят. Болячки уходят. Душа. Если надо собраться, нужно идти. Да, вот Елена Валентиновна сказала, что душа наша здесь отдыхает, раскрывается, богатеет. Понимаете, настолько... Заряд бодрости, заряд энергии, положительные эмоции. Идешь настолько с удовольствием. Так что, и тем более, не знаете ли, подбирает сюда таких людей, что высокий профессионализм, а самое главное, доброе сердце, открытая душа. Что вам надо? Уже меня знают, что на технике надо для отдыха дать женский роман, для меня повторить там надо вашу литературу изученную, которую бегом изучали вот по литературе. Женские романы, стихи я раньше некогда бы не было, не читать, стихи ничего. Сейчас я и стихи читаю. И, может, это некое слово, как мы воспитывались в советское время, мы от школы, особенно, от церкви, дельма, все. 70 лет нас разлучали. Разлучали, да. И вот мне захотелось вот сейчас именно почитать. Я читаю много по православию. И вот, вы знаете, с таким, да, вот это неправильно я делаю, вот это плохо мы делаем. Вот. Открываете для себя заново, Заново открываю я. А что для нового, да? Спрашиваю что-нибудь мне по православию дайте, уже не знает там. И много я уже там начитала. И тоже говорю детям, что я читала, и чтобы вам будет хорошо почитать. Так что, понимаете, настолько это все разнообразие. Говорили, что классику хотелось почитать. И мне захотелось и классику перечитать. Помните, я говорила, что посмотрела фильм Шоу Харапуни, Фуэй, не понял, это целый. И Тихий Дон. И захотелось все заново, понимаете? Да, потому что по-другому воспринимаешь. И эту природу описания. И вот представляешь этот Дон, и представляешь этих людей, и переживаешь за них. И все герои стали как-то чуть ближе, благодаря тому, что уже перечитала книга. Вот, Тихий Мудон. Или, например, это Проскурина, я посоветовала Дине Николаевне, потом она взяла трилогию. Помните, мы посмотрели фильм Судьба. Нет, Любовь земная. Любовь земная. и все-таки оказывается у нее трилогия Судьба, Имя твое, и Отречение. Это такое, три таких книги, четыре поколения рассказано. Вот, действительно, тема жизнь семьи, судьба семьи, судьба, и потом много... Судьба семьи в судьбе страны. Вот, прослеживается с тридцатых, там, даже двадцать девятый, начало эколептилизации, там, колхозы, родители Захара Дерюгина, потом сам Дерюгин, его семья, потом его дети, а потом уже внуки. Последствую, четыре поколения. И вот, читающий думаешь, все прошло, как наша страна, это все нам книга дает. Ну, книга, конечно, помогает, там, все нам, все. И вот, плохо, что, может, сейчас не изучают ни молодую гвардию, не изучают, ни, как заказала сталь, Астровского. А ведь, смотрите, какие там слова, я вот, как только, действительно, трудновато, я сразу, надо вспомнить, Николая Астровского. умеешь жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой, сделай ее полезной, найди себе место, и он в каких условиях, прикол на постели, а свет, он пишет книгу, он живет, так, а нам мы ходим ножками своими, дай Бог, так что надо радоваться. А это книга воспитывает, книга воспитывает. И еще я вот, много слушала стихов, если я правильно сказала, Юлия Шилова, да, есть такая? Юлия Шилова. Есть, есть. Да, да, Юлия Шилова. Вы знаете, вот бы молодежи нашей читать, вот она настолько это рассказывает, как надо себя вести, как надо, это, в ситуациях, сейчас же как, сошлись, бросил, сошлись опять, опять сошлись. А потом ей задают вопросы из читателей, и она им дает советы. Вот она рассказывает, я разошлась с мужем, у меня вот такое положение, или там, у меня болен ребенок. И она дает советы свои, вот после того, как она это рассказывает, читаешь ее эти стихи, проза, думаю, вот бы надо читать нашей молодежи сейчас тоже. Ну и, конечно, большое спасибо за все. Я никогда не устаю вспоминать еще слова, сборничек здесь мне дали Людмила Лебединская. Я уже говорила о нем, я уже говорила о нем, что она сейчас сказала, Алексей Васильевич, правильно, Алексей Васильевич спросил, кто это написал? Правильно, Алексей Васильевич сказал? Когда я читала эти строчки, он говорит, а кто это написал? Я говорю, Людмила Лебединская, женщина совсем не зрячая. Но написать вот такие слова, ну, как они воспитывают? Не жалей того, что отдаешь, радуйся тому, что получаешь. Каждый день, по-своему, хорош, если жизнь в подарок, понимаешь. За любовью стелится печаль, за печалью светится улыбка, в алых розах с темным полем шаль, в темных водах золотая рыбка, небо, и дороги, и леса, все это тебе, дано от века. Открывай на радости глаза злобу и закрывай на человека. Позабудь о том, что отдаешь, помни лишь о том, что получаешь. И тогда сокровище найдешь там, где даже сам не ожидаешь. Ну, как можно действительно вот эти стихи... Это ж так и есть. Это ж так и есть, понимаете, я думаю, вот человек, который действительно трудно, видно, жизнь прожил, и вот он написал это, и они сразу вот не запомнились, и думаю, не была бы я в вашей любви этих стихов. Я не знала. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Виденные раньше фильмы. Спасибо. Ихдар Миталович. Я как... Вы не представляете. к Дню Победы я брала молодую я с таким удовольствием его прослушала и вот знаете, все вспоминается и думаешь, господи, а вот в фильме совсем не так а здесь более раскрывается все раскрывается, как вот они лежали, там мы просто видим это самое ну вообще, вот так вот воображение в наших книгах развивается, воображение и жаль, когда молодежь не читает, жаль потому что так как раскрывается воображение, не раскрывается только через день и по-другому все воспринимается да, Виктор Михайлов прошу вы знаете, я понимаю, здесь все любители книги собрались, а как мы без книги жили, я даже вот не представляю честно скажу, книгу я познал в самом раннем детстве помню, вот только первый класс 45-й год, значит и вот я, ну днем не всегда успеваешь там работать на Дальнем Востоке хозяйство, как говорится нам большое заставляли все надо делать так я вот, и с освещением тогда очень плохо было но фонарик у меня уже был и вот я ложусь и накрываюсь головой у меня там книга и фонариком посвечивает ну меня там мама потом отец, когда вернулся с фронта тоже самое это же и мы проделали да, вы понимаете и там книгу и читаешь и читаешь ну преподаватель и учитель там иногда мы уже знали что страдаю я этим вот таким образом до того я любил литературу и помню первый раз когда я прочитал Короленко Владимир Владимирович это в другом обществе или тогда Дети под земли это же вообще я плакал помню, рыдал прямо как это с девочкой мне так жалко было вот все и вот честно скажу мне уже скоро в 89 но я до сих пор если когда читаю у меня вот ком в горле я слезы из глаз вот до того я сопереживаю с артистами которые вот описывают когда есть такие великие авторы поэты, писатели которые мы вот действительно создали и вот именно я много читал вот в 65-го года я веду дневники вот то, что я прочитал у меня сотни уже авторов я всегда вот стремлюсь вот автор когда он жил мне очень интересно для того, чтобы знать в какое время кто его окружал с кем он общался какое общее развитие было науки, техники там общение людей и так далее это очень важно что он его представление в жизни, понимаете и вот все потом уже стремился если он мне понравился все книги которые он написал стремился уже все это и вот это вот веду все время даже выдержки интересные что классику все перечитал нашу стараюсь и вот открываю все время даже сейчас новых авторов многое они не знали потому что в советское время не все же издавалось и вот только сейчас мы начинаем понимать литература при том есть разная я особенно мне нравится историческая литература потому что она как никогда во первых приучает нас познавать свою родину быть патриотом своего государства понимать как люди жили диками на нашей территории нравится очень путешествие открытие вот это вот например николай задорнов в свое время написал вот такие книги как битва за океан вот как раз оборона Камчатки или капитан Невельской открытие вот Амура Сахалина что-то проходы там были все это вот он с женой даже там и сын у них погиб там все это и она очень интересные вещи или например первые открытия когда открыли впервые наши Японии когда наш потерпел там корабль крушение там и вот они строили и уже этот японцы сказали вот постройте два корабля мы вам всем обеспечим но один оставите на у них не было еще кораблей они изолировались как бы только среди островов маленьких а потом поняли что уже невозможно уже американцы к ним как-то подошли вот теперь наши очень интересно там они даже убивали кто путешествовал да 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 чтобы они не рассказывали о других и вот такие интересные вещи и вот даже сейчас вот 38 это у вас на флешке тоже самое вот взять историю братья Орловы легенды понимаете это же вообще Екатерина второй век время да век Екатерина возьмите Данилевского он очень много что писает этих вещей то есть столько интересов литература есть самая различная возьмите вот из детективов я много и Маринину я там 30 с лишним перечитал мне знал с Кефридрих и вот из них всех мне понравился Абдулаев чем есть Абдулаев у него более 150 книг я ну прочитал где-то 50 с лишним вы понимаете чем он мне нравится во-первых высокий уровень изложений он сам юрист высокого класса главное что мне нравится когда описывают детективы да он что-то придумывает что-то берется из жизни ну да да но главное что он пишет на высоком профессиональном уровне как это происходит расследование как все это взаимодействуют все структуры государственные там спецструктуры и так далее как все это сделано и вот я как военный человек послуживший многие вещи понимаю что да действительно это так делается понимаете то есть очень-очень на высоком уровне про путешествия книги очень хорошие про Жевальского там все конечно мы не все сейчас можем уметь даже вот я стараюсь все новых-новых авторов взять но не всегда эта литература даже здесь есть тоже я понимаю что вот в Москве когда я был учился там вот например у нас в Дзержинке академии 1 миллион 200 тысяч книг представляете такая огромнейшая это только не научная библиотека вот только и вот я любил всегда зайти в библиотеку ну вот я и в училище здесь всегда уже знали ну проходите пожалуйста я вот иду столько там вот аллергии у меня на пыль но покопаться в книгах я не плохо дозать себе удовольствие сразу же я куда в санаторий приезжаю я сразу в библиотеку бегу и вот какая библиотека что есть там покопаться сколько этот автор сколько он написал сколько в них ага знаю у него 30 томов у них только там 10 допустим и так далее полное собрание сочинений то есть я даже честно скажу не мыслю как можно без книги вот сейчас когда я как говорится потерял зрение по сути не могу книги читать у меня своя библиотека ну где-то около двух тысяч собирал долго все это или энциклопедии и все прочее все это с преподавательской деятельностью было связано надо все это знать и вот сейчас конечно я не могу пользоваться но когда я попал к вам я сначала был так расстроен ну читать как а потом как-то в стороне было и когда я узнал с Владимиром Алексеевичем познакомился случайно мы лежали в четвертой больнице он говорит да у нас же общество есть там все и читать и лаборатору специальную вы знаете для меня это все открылся новый мир что я понял что я могу я ночью проснулся раз она у меня под подушкой раз включает что не просто слушает раз опять как говорится в любое время меня все уже знают а где дед а дед читает читает свои книги вот эти вот понимаете видите я хочу сказать что вот в психологии особенно в нейролизмическом программировании или НЛП да есть такое понятие как якоря и вот часто и густо вот мы читаем какую-то книгу да вот в детстве да вот почему мы возвращаемся вот туда вот и те книги перечитываем да потому что мы перечитывали в каком-то хорошем вот состоянии и вот это состояние мы переносим на эту книгу понимаете это вот как якорь застолбился вот хорошего какого-то отношения и вот когда нам плохо или какое-то у нас ну вот ну что-то у нас не так происходит да вот я всем советую вот вспомните что есть такое хорошее или книга или какое-то событие или какая-то песня или что-то вот что у вас вызывает такие положительные эмоции прочитайте прослушайте и вот душевное ваше равновесие оно все равно восстановится вот этот якорь который вы себе сделали он восстановит ваш душевный подъем потому что там у вас было хорошее настроение хорошая вот позитивная энергетика и она передаст вам вот сюда энергия никуда не пропадает она остается с нами всегда и везде она есть и все это пронизано потому что я вам вот такое советую Елена Валентиновна я вот ну где-то 54-55 год я купила первую книгу вот Милицилина вот я ее конечно читала все ну все наверное читали она у меня дома есть и я вот сегодня попросила чтобы мне Наташенька нашла эту запись книги и я буду с удовольствием ее слушать у меня есть и Тихий дом все книги да сколько мы покупали этих книг тем более Желай тоже это самое в Казахстане в городе Ленинске у нас была хорошая библиотека магазина и была знакомая которая там работала как что-то новое она мне звонит не приходи вот у меня много своих книг но я теперь уже не читатель знаете только приходится вспоминать я сейчас немножечко так это самое у меня много якорей есть конечно которые можно и со временем ну такие вот книги более взрослые но вы не поверите у меня в детстве была одна любимейшая книга у меня ее забирали у меня ее прятали я ее везде находила эту книгу три повести о малышей карцами и вот даже вот я сейчас уже взрослая тетка вот уже очень взрослая и вы не поверите я ее знаю наизусть как она даже начинается и когда мне чудесит я могу ее открыть и ее почитать а еще главное но она у меня более в современном издании а когда я здесь в библиотеке нашла ту книжечку которая вот как у меня тогда была в детстве с теми же картинками с той же вот это вот издание детская литература и в голубом она таком и кажется там летит под зонтиком слушайте вы не представляете у меня была такая радость как будто я встречалась с такой вот своей какой-то ближайшей подружкой или даже не знаю другом каким-то но это такая была радость вот насколько вот что значит понимаете вот вложено тогда в детстве вот хорошее позитивное и даже сейчас уже будучи взрослым абсолютно человеком уже имеющим свои какие-то другие представления и все но возвращаясь вот туда у меня знаете всплывают вот те ощущения то вот это миропонимание и какой-то вот знаете ну снова да но радость радость у меня остается понимаете когда было все хорошо все буквально я радовалась тому вот ну всему я вот без вот этих вот теперешних наших закидонов и всему прочему да а вот именно то и вот когда я читаю эту книжку вот получаю вот этот заряд этой энергии еще вот такой вот есть у меня якорь ну еще кто расскажет нам я не могу переболела не могу Клавдия Васильевна да мое детство прошло на Торпсинке у нас очень долго не было света все время была только лампа керосина лампа керосина вот библиотеки у нас не было я ходила в городскую библиотеку брала книги а читать приходилось раньше по-моему луна светила ярче глаза просто были более молодые и видела я как будто лучше я читала книги при луне вот так и когда что луна светила какие-то ну да луна яркая была когда книги так читались когда мы были молодые ну да ну сам мне в душу запала не одна это музыка любви я не помню автора кто написал но там мальчик у него не было родителей и дядька его устраивает ему 16 лет устраивает его в ресторан работать и приезжает там богатая семья и девочки 14 лет они в этом ресторане отмечают день рождения а он так любил музыку и все время заведующего просила у них пианино там было ну разрешите мне поиграть когда уже все уходили все он садился за пианино и играл и вот эта девочка услышала эту музыку сквозь сон она слышит как он играет и так они стали встречаться а родители ни в коем братья не разрешали встречаться но они тайно она даже вот родители уезжали куда-то все равно с ней оставалась сестра старшая и она просила не разрешение пойти с ним поговорить и вот так она полюбила эту музыку и его полюбили и вот эта любовь принесена через всю жизнь любовь они пронесли сквозь свою жизнь они когда уехали к себе домой она оставила мальчику свой адрес и он постоянно писал ей письма письма проходили получал отец и эти письма складывал в сейф и когда уже прошло много времени и он достал эти письма ей показал он так расстроился прочитал все эти письма которые были написаны любви страстные и через много лет уже когда у нее дочь взрослая у него сын взрослый и она вдруг встречает его в магазине он с женой проходит смотрит там она за ним наблюдает ход и вот когда умирает у него жена и она значит решила с ним все же заговорить встретилась в магазине а это пианино он пронес сквозь свою жизнь и уже на старости лет у него это пианино и он все время играл и они встретились ну конечно такая любоп что они решили вместе умереть дай бог она она уже болела такой болезнью неизлечимой она сшила себе белое платье шли там такой не знаю метров три или больше вот и они договорились значит он пришел в черном костюме цветочек в карманчике и букет цветов принес она надела это платье и они значит зашли на кухню включили газ в духовке легли на пол крепко крепко обнялись букетом цветов и так они вместе герой горожан и видит такую картину я никогда не видела этого мужчину откуда он появился и вот он начинает вести расследование а сын тоже начинает вести расследование я эту женщину тоже никогда не видела и вот они встречаются в том же ресторане где они полюбили другу все там рассказывают и продолжить действие следует да и они женятся ну вот все я что хочу сказать у нас в клубе была библиотека еще младшая класса и вот мне однажды попалась книга солнце светит все я не помню ни тесто ни автора вот только мне запомнилось мужчина стоит такой высокий строй с тростью и когда я поступила сюда в общество в ОС и когда вот я увидела как его скажите что Иван Данилович Владимир нет 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 ой забыла но не важно вот я когда его увидела Иван Данилович я уж не помню как вылетела из головы хотела бы рассказать но вылетела из головы я когда его увидела и мне вот сразу вспомнилась эта книга должен батюшке вот ну надо же в детстве и уже как говорится в преклонном возрасте я вот напомню мне это вспомнилась эта книга она есть есть хорошо солнце продолжает светить солнце по-моему солнце светит да знаете для меня было открытие книгу прочитала Иван Данилович Иван Данилович да он все время такой высокий стройный да стройный вот Иван Данилович правильно и вот тогда я вспомнила за эту книгу может вы ее читали знаете меня очень сильно эта книга поразила 17 левых сапог там о фронтовике когда он теряет там ногу там значит все почему у него одна нога осталась значит и вот там дочь потом через некоторое время вот все его жизнь и он ну как все жизнь уже прошла и вот он пришел к той своей семье да но не стал себя обозначать да а потом уже через много лет дочь узнает это все и находит в его в этой коморке где вот он жил вот эти вот сапоги которые вот он сносил а еще было лежали значит 17 левых сапог новых значит абсолютно это наш Ставропольский автор вот книга конечно ну потрясающая была вот и вот я ее прочитала большое впечатление на меня конечно эта книга произвела все и вот еще Виктор Михайлович я ему хочу сказать вы говорили за Николая Задорнова да но вот Михаил Задорнов несмотря на то что вот его юмористические вот эти вот ну как там про Америку все но у него есть очень интересное знаете как исследование но ее можно если вот захотите конечно если у вас интернет есть задать Михаил Задорнов от Рюрика до наших дней вот он проводил исследование вообще вот что откуда пошли русские и потом не могу сказать автора я в каком-то журнале читала значит и очень многое вот перехлёстывается именно вот с Михаилом Задорном который значит исследование проводил вот наших этого Рюрика значит как нам пришла вот эта религия как откуда вообще русичи вот это вот все это пошло откуда к нам вот это семейство Рюриков пришло Рюрикович и вот это вот царская вот эта фамилия все и вот знаете самое интересное там очень интересно проводится такая аналогия что как что как говорят они что почему пригласили на Русь именно Рюриков что все у нас плохо мы вот земля большая а править мы на ней не можем понимаете что ну типа того что русские это такие вот ну идиоты понимаете да русские такие идиоты понимаете не могут править а в действительности когда поднимали вот эти вот все библиотеки летописи там они сказали что просто наша земля очень большая но она очень красивая и нам нужен такой вот красивый как бы правитель для этой лицо такое красивое для нашей вот для нашего этого управления понимаете так что совершенно другой смысл вкладывается буквально какую-то буквочку там вот потеряли и уже совершенно другой смысл был да так что вот я всем советую задать в интернете от Рюрика до наших дней есть у него фильм идет но его можно просто-напросто прослушать это все очень интересно понимаете там он рассказывает там выступает из библиотеки библиотечные работники которые тоже вот кому эта книга дана и они могут ее прочитать и перевести ее точно так как она должна быть так что вот просто эта гордость даже за свою страну за свое отечество просто-напросто интересное историческое да интересное историческое вот кстати у вас вот я брал есть для детей так называем но она для взрослых даже история древних времен России до нашей до 17-го года до революции до 1917-го года шеститом до того подробно и хорошо все изложено это где-то шесть томов каждый том где-то ну по 25 примерно 30 часов на флешке разручит до того здорово это сильнейшее описание даже я себе попросил Николая Кирилловича он сумел мне это переписать это не Карамзина выбрали нет это именно да там главный редактор капитан первого ранга военный человек историк вот он под его но до того здорово составлено так разумно все это вы понимаете просто с удовольствием я даже посчитал что нужно иметь хотя бы флешку вот то что я уже читать не могу повторить иногда некоторые события это все отписано наше государство древнейших времен до 17-го года история вот нашей страны все так что имейте ввиду если заинтересованы да есть я даже могу сказать номер флешки где-то тут у вас есть интереснейшая вещь прочитать но вернемся к нашим как говорится баранам к нашему библиотечному дню дню библиотекаря и вот знаете как ну конечно зарплата и все у нас оставляет желать много лучшего да иногда и отношения ну как библиотекарю да говорят ну что вот я вам хочу сказать что Светлана Александровна у нас прочитает стихотворение стихотворение о библиотекарях будущего потрясая престижной техникой на тойотах и прочих рено пышногрудые библиотекари развлекаться спешат в казино разумеется служба престижная знать лопатой деньжища гребут их Швейцария ждет горнолыжная их канары далекие ждут все им рады наличкой не чеками рассчитаются выпала масть рвутся школьники в библиотекари но без блата туда не попасть детки их обучаются в Оксфордах жены их бутики потрошат и министры без ихнего отзыва ничего не берутся решать работенка конечно опасная всю всю та жизнь то в гульбе то в пальбе так и будет говорю не напрасно я и увидеть то время прекрасное очень скоро предстоит и тебе и тебе и тебе спасибо браво только видеть время это прекрасно если не красного не у нас ни в день ни тебе это как говорится грезы мечты мечты исполняются в психологии мечты исполняются а греза не исполняется вот Светлана она прогресила я вас благодарю за вот это такое вот вы как бы вот здесь посидели мы с вами вы рассказали за свои книги за своих любимых авторов за то что вам было интересно и мне было с вами очень интересно Светлане Александровне и вообще всему нашему коллективу мы очень рады когда вы к нам приходите и знаете когда вас кто-то вот не приходит вот Мария Тиханова не пришла ага а что случилось благо Саша придет Саша а что там с мамой как мама себя чувствует почему ага Валентина Николаевна не пришла мы не знаем это самое как что где пропала потом появляется ой ну мы же вас потеряли где вы как Виктор Михайлович себя чувствует а что а как чего а где моя любимая Вера Семеновна думаю где она пропала нет ее так что всех вот знаем как Стефан Сергеевич был в больнице операцию ему делали и тоже все знаем понимаете и все это интересно ну как куда пропали что тем более знаем что возраст такой мы мы все как говорится под Богом ходим да и все очень за друга переживаем и спасибо 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 потому что мы рады вам и успехов и день библиотека я считаю что это день всех читателей спасибо спасибо